Эту акцию запустили ровно за сотню дней до празднования Дня Победы. В конце января в приюте «Надежда» прошли мастер-классы, на которых воспитанники вместе с опытными наставниками делали броши из георгиевских ленточек. Идея – это Центр развития социальных инноваций. Это наш центр. Мы эту идею предложили сначала в Израиле, потом в консульстве Российской Федерации. И помогли ребятам из «Надежды» самим сделать ленточки. К ним приезжал человек, она им объясняла, как их делать. Была такая вот наша совместная идея с МИДРом Российской Федерацией. Изначально планировалось устроить телемост с ветеранами, но в планы вмешался режим самоизоляции. Поэтому накануне праздника волонтеры и представители организации просто вручили георгиевские ленточки ветеранам вместе с подарками от посольства России в Израиле и Генерального консульства. Ветераны плакали. Вот так, если говорить. Им было очень приятно, неожиданно, потому что это из Саранска дети, что это вообще из очень-очень далекого места. Ветеранов тронуло внимание ребят из Саранска. Они искренне поблагодарили воспитанников приюта «Надежда» за подарки к важному празднику. Чтобы выросли героями, чтобы помнили, как воевали их деды и были не хуже их, а только лучше. Во всех отношениях. Спасибо за пожелания здоровья. Спасибо. Всего ветеранам передали порядка двух сотен брошей из георгиевских ленточек, сделанных в Саранске. Когда режим самоизоляции окончательно снимут, организаторы акции планируют провести телемост с ветеранами и ребятами из приюта «Надежда». Ольга Данилова, Народные новости.